МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации, телерадиокомпании Гомелю, студии, працуя Александр Гамоля, глядите в этом выпуске. Одражение по лесу и уникальный опыт по периодоле ненаступства шарнобыльской катастрофы. Сегодня у Гомеля президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с активом региона и принял в делу церемонии открытия новой поликлиники. Экспресс-тест на антителы до коронавируса. Где заработать, как он работает и что означает, доведались наши корреспонденты. Техническое первоузброение котельного Рогачево будет работать на электричности. А сейчас об этом и иншим больше подробно. С встречи с активом региона, новые задачи по развитию области и в делу открытия поликлиники для дорослых. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня наведал Гомель. За ходом визиту сачили наши корреспонденты. Сустреча с активом Гомельской области протягивается больше, как три годины. Александр Лукашенко узгадывает минулое и окресливает новые задачи. Президент Пиракананы. Социально-ориентованная политика, якая проводится на протягу опошных десяти годов, приносит станучие выники. И главный из них – махчымасть жить на своей земле и самостоинно вызнашать ее лес. При этом керавник державы особливо подкресливает той факт, что значная увага надавалась и надается территориям, которые потерпели у вынику чернобыльской аварии. Правда, сейчас размова идет уже не об адраджении, а минавито развитие. Вся задача, которую необходимо вырешить в ближайший час – проведение масштабной миллиарации, что позволит отримать значную прибавку урожаю. У нас не много на Гомельщине плодородных земель, а самое главное – обводненных земель. Вы всегда страдали от засухи. Спасти эти земли. Надо правительство рассмотреть вопрос миллиарации прежде всего и Гомельской области. Ну, не потому что я у вас здесь, а потому что если мы дополнительно эти земли обводненные не введем в строй и не спасем, вам не за что будет прибавлять. И второе, о чем вам надо уже сегодня подумать – по орошению земель не в плане миллиарации, а поливных земель. Технологии известны. Александр Лукашенко – пиракананы. Для вытворжести сучасной продукции у Беларуси достатково компетентных и профессийных кадров. У якости прикладу – предприемство «Гомсельмаш», якое у свой час не только заховали, а ли и надали ему значный импульс у развитцы. Мы поступово створили суперсучасный комбайн, каже Александр Лукашенко. Проблем еще много, но они делают самые современные комбайны. Это я знаю лично. Потому что по каждой марке комбайна давалось мое поручение, и я их проверял в поле. Наши люди умеют делать все. Надо какое-то время и побольше дисциплины и ответственности. Сярод державных приоритетов, социальная политика займае далеко неопошнее место. При этом основный упор тут на развитие системы охоты здоровья. Пандемия коронавирусу подтвердила правильность проводимого курсу. Мы справились с тем, что надавали великую увагу этой сферы. Перкананы Александр Лукашенко. Минавид об этом он каже, подчас открытия у Гомеле новые поликлиники для дорослых. И особные слова подяки у адрес медиков, которые у этого складаны сейчас подтвердили свой высокий профессийный узровень. Их надо благодарить за то, что в тяжелейших условиях, без вакци, без лекарств, неизвестная болезнь, они научились лечить больных. Это подвиг, понимаете? У нас есть армия толковых людей в белых халатах, которые смогли победить эту болезнь. Это очень необходимый объект для людей. Минавито так оценивает Александр Лукашенко новую поликлинику. С ее открытием у Гомеле появляется поликлиничный комплекс для дорослых и детских насильников. Детская часть открылась в 2014 году. Работать в медкомплексе будут 450 специалистов вельми высокой квалификации. А проча того, дорослую поликлинику оснастили самым сучастным медицинским обсталеванием. Виктор Сорокин демонстрирует операционное место лор урача. Кажется, что ранее доследования, которые можно тут проводить, робились у разных медицинских установок, что было незручно как для пациентов, так и для урачов. Качество диагностики, я не скажу, что было хуже, но, скажем так, было более затруднено. С помощью, когда врач имеет на своем рабочем месте и возможность провести эндоскопию, и возможность провести микроскопию, значительно быстрее ставится точный диагноз. С помощью этого диагностика злокачественных заболеваний можно производить на более ранних стадиях. И длительность временной нетрудоспособности, соответственно, также может при этом сокращаться. У новой поликлинице предугледзели, сдается, усе. Починаючи от умов для людей с обмежованными махчимостями и в приватности дренным сроком. В уголе поликлиника створялась для обслуговывания ЖХРУ трех микрорайонов Гомеля. Але в ближайшей перспективе на ее базе начнутся працавать восемь центров коллективного обслугования для населенства областного центра и Гомельского района. Усяго больше, как 530 тысяч человек. Гэта дазволясь выкористовывать дорогое обслугование больше эффективно, а ляшебно диагностичную допомогу зробить больше доступной. По словах Министра Аховы Здоровья Уладзимира Каранека, гэтую установу можно лишить новым стандартом поликлиничного звена. Каліурач уже на первичном узровне зможе оказывать допомогу, для якой ранней людей необходимо было накеровывать у стационары. Сучасное обслугование дазволяє робить гэта якосна и оперативна. То есть пациент большую часть помощи может получать на амбулаторном этапе. И опять же невролог, если раньше в поликлинике это был основной рабочий инструмент, это молоток, то сейчас есть возможность нейровизуализации, есть компьютерный томограф прямо здесь. Таким образом, первичное звено становится центром первичной клиникодиагностической помощи на очень высоком уровне. А стационары оставляем именно так для тех, кто нуждается в круглосуточном наблюдении и нуждается в высокотехнологичных медицинских вмешательствах. Олег Сюров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Экспресс-тест на коронавирус, який покажет наявность антитела, зараз можно заработать в любой поликлинице Гомеля. На переддень тест-системы знов поступили в центральную городскую поликлинику, откуда их размер коваре по инших установах. Подробности в наступном репортаже. Процедура забора крови для платного экспресс-тестирования оказалась настолько запотребованной, что первая тысяча тестов у Гомельской центральной городской поликлинице скончилась практически 4 дней. Это позволило вызначить попыт насильництва, отработать методологию доследований и интерпретацию выника в анализу. Для зручности пациентов и как позбегнуть чергов, другую парту тестов направили во все филиалы и поликлиники областного центра. Рыхтоваться до процедуры и записываться не треба. Достатково пройсти с пашпортом и оплатить послугу у кассе. Выник можно будет отримать просудки, а после этого проконсультоваться с урачом. Отработана логистика, организована медицинская помощь, платные услуги, таким образом, чтобы пациентов было удобно и комфортно проходить. В нашем учреждении на первом этаже сосредоточена и касса, консультация администратора, забор крови, после тестового консультирования врачом. Хочу заметить, что каждый пациент может этим воспользоваться. Если результат теста не совсем понятен, доктор поясняет результаты, рассказывает, что нужно делать и как к этому относиться. Для грамотян Беларуси процедура каштуя – 18 рублей, 13 копеек. Для замежных – 39 рублей, 70 копеек. У поликлиницы по улице Юбилейной 7А пациента упрымают с 8 до 19 годин в будние дни. Сегодня тут за 7 годин послуга искористалась около 120 человек. У поликлиниках по месту жахарства всю информацию докладняется у регистратуры. По словах урачов, мотивация, уже дающих сдать тест, розная. Кто-то сбираются за межу, кто-то хочет доведаться об иммунитете. Про это специалисты нагадывают, что антителы до коронавирусной инфекции выпрацовываются не во всех хворых на вирус. Если человек переболел, это понимать, сформировался ли иммунитет. В достаточном ли количестве наработались иммуноглобулины М или G, что позволяет понимать, что у тебя все-таки есть иммунитет. По различным публикациям замечено, что 8% населения только имеют стойкий продолжительный иммунитет. И чаще это люди старше 60 лет, которые тяжело перенесли эту инфекцию. Есть пациенты, которые, столкнувшись даже с инфекцией, показывают отрицательное тестирование. То есть это говорит о том, что вирусная нагрузка была невелика, и, скорее всего, иммунитет пошел не по пути борьбы с наработкой антител, а через интерфероны. По мере расходования экспресс-тестов у поликлиники Гомеля будут подвозить новые парты. Пройти платную процедуру так само можно во всех центральных районных шпиталях в области, а так само у Мазырской центральной городской поликлиницы. Ганна Коральчук, Миколай Скинсиан, Андрей Иванов, Телерадо и компания «Гомель». У Гомельской области протягивается работа по интеграции БЕЛАЭС у энергосистем Украины. Так, у Рогачевской котельни зараз усталевываются два электрокотлы, баки-аккумуляторы и иншие обсталевания. За модернизацией объекта назирала Ганна Коральчук. Рогачевская котельня была побудована еще в 80-е годы, минулого 100 года и належала бойному промысловому предприемству «Деопроектор», якой в советские часы занималась выпуском военной продукции. В 2001-м объект перешел в моем из Жлобинских электричных сеток «Руб Гомельэнерго». Уже тогда распочалась поступовая реконструкция объекта. Зараз Рогачевская котельня отпускается плод для системы цепления, вентиляции и горячего водозабеспечения Жихарову предприемству райцентра. Паровые водогрейные котлы працуют на газоподобном палеве. Интеграция с БЛС в будущем дозволит скоротеть споживание импортного природного газа. Здесь устанавливаются два электрических котла мощностью по 20 мегаватт. Мы уйдем от газа частично, будем задействовать свою электроэнергию, которая будет вырабатываться уже в Беларуси. И усовершенствуется оборудование, автоматизация. Я думаю, что будет более достойно обеспеченный теплом и водоснабжением город Рогачев. Новая система дозволит зарегулировать минимальную нагрузку энергосистемы после запуска БЛАЭС. За лишняя тепловая энергия в ночный час будет назапашиваться в баках-аккумуляторах горячей воды, а у дзенны отпускаться с поживцам. Это так само снизить экологичную нагрузку за кошт скорочения выкида в атмосферу. Проект модернизации Рогачевской котельни распрацевали в минулом году. В удовництву и делают две смены. На пляцовках одночасово працует коля 100 человек. Зарастут у столевой два баки-аккумуляторы диаметром 19 и вышинёй 12 метров. Параллельно идея реконструкция Будынка. Рыхтуют пляцовки для обслуговывания электрокотлов и демонтаж электрообстолевания и уладкования операторской. Это реконструкция, то есть старое здание. Здесь очень много проблем, поэтому РУББЛТИ, как генеральный проектировщик, пошёл на встречу. У нас уже порядка двух месяцев на площадке постоянный представитель авторского надзора, что существенно нам облегчает жизнь. То есть все вопросы решаются на месте. Для Рогачёва это небольшой город, значит, и вот это оборудование, которое идёт, значит, уже цифровые защиты, всё это, это для персонала котельной, значит, это рост. Завершить модернизацию планует уверостнее 2020 года. Рогачёвская котельня станет третьим объектом с электрокотлами на Гомельщине после АЦЦ-2 и Чарниговской котельни в областном центре. Гана Коральчук, Игорь Марышченко, телерадио-компания «Гомель» с Рогачёва. Великий тур по Беларусием Гомель принял у дельника уникального республиканского проекта «Беларусь. Молодь. Натхнение». На протягу тыня представники талиновитой и активной молоди подорожняют по краине на специальном технику. Наведываются объекты историко-культурной спадшины, сустракаются с мясцовыми уладами. Уражениями от Гомельской в области подчекавился Дмитрий Котов. Семь дён – девять городов Беларуси и больше, как полторы тысячи километров у шляху. Гомельс устракает уникальный молодёжный тягник гушными мелодиями, у выконания оркестра и тёплым летним надворьем. На перроне заявляются у дельники проекта. Это коляста молодых людей, одобранных из всей краины. Лепшие представники студентской и спортивной супольности, волонтёрского и блогерского руху. Сегодня уже с уверенностью можно сказать, что это одно из важнейших общественно-политических мероприятий в сфере молодёжной политики, которая реализовывалась за последние годы. Мы уверены, что тот драйв – та энергия, которой мы заряжаемся, посещая регионы, общаясь с руководством регионов, с лучшими представителями молодёжной среды, трудовые коллективы, общественная организация наша. Этот драйв мы пронесём по всей республике и уверен, что это станет очередным шагом к дальнейшей консолидации молодёжной среды. Программа насыщенная, а час обмежаванная. И тем не менее, его хапайка поспеть ознайомиться с самыми значными объектами культурной и исторической спадшины региона. У их лику и мемориальный комплекс «Алау» в Светлогорском районе, открытый месяц тому. В 1944 году на этой мессе фашистские карники спалили заживо и расстреляли больше 1700 мирных жихаров. Будовнество мемориального комплекса в памяти об этой трагедии стало саправдой всенародным. У сборы сродка упрымали в дел усе неравнодушные жихары краины. Сейчас мы в Светлогорском районе. Большая честь и память просто возложить цветы на памятники, в нашу историю вспомнить и просто побывать здесь. Для нас, молодежи, должны быть такие мероприятия, в большем количестве, чтобы мы просто помнили нашу историю. Далее у дельники проекта «Беларусь. Молодь. Натхнение» вертаются у Гомель. Тут их чекает встреча с наместником старшини Гомельского балвыконкама Владимиром Приваловым. Размова отрималась вельми насыщенной, щирой и информативной. Владимир Привалов отзнает, что молодежи належит важная роль в консолидации громадства. Молодых людей необходимо чуть, а главное – да помогать реализовывать их идеи. Подчас встречи отбылся открытый диалог. Юнаки и девчаты смогли поразважать на темы белорусской гостинности, службы в армии, заховании здоровья, экологии и патриотизма. Впечатления очень яркие, очень много ярких, каких-то красочных эмоций, потому что каждый день, каждый новый город, новые эмоции, новые места, новые знакомства. Мы посещаем очень много различных каких-то арт-объектов, мемориальных комплексов, очень много мероприятий торжественных и, естественно, это все в положительном качестве. В нашем проекте собрано очень много людей, талантливая волонтеры, спортивная молодежь. Каждый в своем направлении просто идеален. Поэтому, я думаю, каждый что-то для себя возьмет и будет потом представлять или же делиться опытом со своими друзьями и товарищами в дальнейшем. Сегодня удельники республиканского проекта «Беларусь. Молодь и натхнение» наведывают Брестскую в область. Завершится их подороже по краине 25 липеня в Минску. Дмитрий Котов, Василий Осипцов, телерадиокомпания «Гомель». В осень уголовное статистическое управление в области огушить подробязные выники летошнего перепису насильства. А процесс отриманной информации протягивается. По попередних известках на початок года в регионе проживало около 1 миллиона 400 тысяч человек. В городе больше 500 тысяч. 22% насильства прошли анкетование онлайн. Полная информация об перепису будет включать пока шеки по разных направлениях. Осенью уже будут известны данные по образовательному уровню населения, по национальному составу населения, по источникам доходов населения и так далее. В минулом году в Беларуси в першине произошел сельско-господарший перепис. Его провели в рамках огульного перепису насильства. Мета – суцельный охоп господарок. Так само это допомогло подбегнуть додатковых выдатков. Выники сельско-господаршего опытания будут вядомы позднее. Эти данные будут известны в 2021 году. Это связано с тем, что достаточно сложно обрабатывать их. Гэта и иншая новинная информация о проектах телерадио-компании «Гомель» вы можете знайсти на нашем сайте, в интернете, по адресе www.tvr.gomel.by. На этом выпуск завершен. Усяго доброго и до встречи в эфире. Де-факто на телеканале «Беларусь-4» в студии Николай Скинтиян. Здравствуйте. Более 180 свертков для продажи. Мазырянин хранил у себя дома марихуану и продавал ее местным жителям. Оперативники взяли нарушителя закона с поличным в момент реализации дурмана. А потом провели обыск в его квартире. Там они нашли все, что нужно для возбуждения уголовного дела. А именно 181 сверток с марихуаной. Они были спрятаны по всей квартире. На кухне, в холодильнике, в шкафу, в одежде и даже в туалете. На балконе оперативники нашли приспособление для курения. Возможно, соседи устали от специфического запаха и решили обратиться в милицию. Мазырянин пояснил, что оптовые закладки он забирал на территории страны соседки. Еще один предприимчивый мужчина выращивал наркозелье прямо у себя на даче. Он отдавал предпочтение не помидорам и огурцам, а конопле, из которой получалась марихуана. Попался гомельчанин на продажу высушенного наркотического средства. Оперативники пресекли сделку на улице Хатаевича. А выращивал свой товар торговец травкой в Еремино на личной даче. Для этого из подручных средств соорудил навес от солнца и регулярно поливал посевы. Сушил, фасовал, курил марихуану сам и продавал знакомым. Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело. Перешел дорогу перед транспортом и погиб на месте. В Жлобинском районе пассажир вышел из автобуса на остановке и стал жертвой наезда. Трагедия произошла в деревне Плесовическая Слободка. Водитель автобуса высадил пассажира на остановке и собрался ехать дальше по маршруту. Но в этот момент 63-летний мужчина решил перейти дорогу прямо перед автобусом и попал под колеса автомобиля. Пострадавший умер на месте. Три человека утонули за минувшие выходные дни на территории Гомельской области. В Светлогорском районе мужчина пытался, но не смог спасти 42-летнюю женщину, которая в нетрезвом состоянии решила искупаться в искусственном водоеме. А на Днепре, недалеко от базы отдыха Милоград, спасатели достали тело утонувшего мужчины. Как выяснилось, он спасал своего сына, который стал тонуть. Вытолкал ребенка из ямы, а сам ушел под воду. 19 июля в Наровле водолазы Освода извлекли из воды тело утонувшего 47-летнего мужчины. А в Гомеле смогли спасти нетрезвого рыбака. В районе Шведской горки мужчина запутался в водорослях. К счастью, его вовремя заметили спасатели. Трагедия произошла в Гомельской области и накануне. В водоемах утонули мужчина и женщина. На реке Сош, недалеко от деревни Чкалова, утонул 21-летний парень, который попытался вплавь добраться до другого берега. А в Гомеле на каскаде озер спасатели вытащили из воды женщину. К сожалению, вернуть ее к жизни не удалось. В Гомельском районе пожар забрал жизнь человека. Возгорание произошло в жилом доме деревни Климовка Гомельского района. Огонь повредил потолочное перекрытие, стены и имущество. На полу в одной из комнат спасатели обнаружили бездыханное тело хозяина дома. Работники МЧС вынесли мужчину на улицу, но реанимационные мероприятия не принесли результата. Медики зафиксировали смерть. По предварительной версии, причина пожара кроется в нарушении правил эксплуатации печей и теплогенерирующих устройств. Всего за минувшие сутки спасателями Гомельской области зарегистрировано три пожара. Еще одно возгорание ликвидировано в экосистемах. Семь раз работники службы спасения выезжали на оказание технической помощи. А в деревне Василевичи Реческого района в результате пожара повреждена кровля сарая. Людей в нем не было. Потери исключительно материального характера. Огонь добрался и до имущества 47-летней хозяйки из Будокошелева, повредив стены и потолочное перекрытие ее хозпостройки. Пострадавших нет. Спасатели еще раз напоминают о важности соблюдения правил и осторожного обращения с огнем. Это вся информация о выпусках. Оставайтесь на Беларусь4. На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Завтра Гомель и Держинский Арсенал проведут перенесенный матч четвертого тура чемпионата Беларуси по футболу в первой лиге. Игра пройдет на поле стадиона Центральный в областном центре начала в 19.00. Соперники-соседи по турнирной таблице «Зелено-белое» на пятом месте. Арсенал располагается на строку выше. В случае победы Держинская дружина поднимется на второе место. Если же сильнее будут хозяева поля, то они сравняются по набранным очкам с локомотивом и кромкачами и могут оказаться в тройке сильнейших. Владимир Лукьянов пополнил тренерский штаб Гомельской волейбольной команды «Энергия». Специалист будет помогать новоиспеченному главкому энергетиков Роману Оплевичу. Предыдущее место работы Владимира Лукьянова – витебская команда марка ВГТУ. Там он также входил в тренерский штаб. Станислав Бульбенков стал абсолютным победителем первенства Беларуси по теннису. Среди спортсменов в возрасте до 12 лет гомельчанин стал лучшим в одиночном и парном разрядах. У девочек в этой возрастной группе в призерах Владислава Манжос. В одиночке теннисистка заняла третье место, в паре – второе. У парней в возрасте до 14 лет чемпион также из Гомеля. Данил Рыжанков поднялся на высшую ступень пьедестала почета. В парном разряде спортсмен завоевал серебро. Первенство страны по теннису среди спортсменов в возрасте до 12 и 14 лет проходило в Минске. За награды боролись семь воспитанников Гомельского областного центра Олимпийского резерва по теннису. Сильнейшие юные лучники со всей страны соберутся в Гомель. Завтра в областном центре стартует и республиканская спартакиада детско-юношеских спортивных школ. За победу в личном и командном зачетах будут бороться спортсмены из всех областей Белоруссии и города Минска. Проходить соревнования будут на стадионе «Луч». Завтра и послезавтра пройдут предварительные состязания. Начало в 10.30 и 10.00 соответственно. В заключительный день 24 июля состоятся командные финалы. Начало в 8.30 и личные. Они стартуют в 11.30. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь-4.